всем привет с вами снова марина и мы продолжаем изучать наши знаки алфавита хирагана сегодня мы познакомимся с рядом нота мы помним что в этом ряду у нас два знака которые читаются не так как остальные это знаки чи и цу то есть у нас в ряде на та появляется еще два согласных ч и ц вспоминаем та чи цу те то еще раз напоминаю наш алгоритм запоминания знаков каждый знак мы прописываем минимум по две строки при прописывании проговариваем обращаем внимание на порядок черт порядок написания сверху вниз слева направо и закрепляем закрепляем и закрепляем наши выученные нами знаки в любых словах и так переходим к ряду на та первый знак этого ряда это буква та она у нас состоит как мы видим из левой части и из правой части левая часть напоминает такой некий продолговатый крестик то сначала мы пишем горизонтальную ровную черту и затем протыкаем ее вертикальной такой же ровной чертой что касается правой части то вы наверное можете обратить внимание на то что она по своему написанию очень похожи на знак ко который мы с вами уже учили только в уменьшенном размере следующий знак знак ч также начинается с горизонтальной ровной черты и вторая черта у нас такая пишется в одну руку чуть побольше начинаем ровно вертикальная ровная вертикальная черта которая переходит потом вот в такую продолговатую черту некоторые говорят что нам похоже как бы на основу скрепочки и так раз два написали после того как буквы написаны прописаны мы пытаемся записать следующие слова первое и тай это это прилагательное обычно употребляется когда мы хотим сказать что у нас что-то болит у меня болит голова у меня болит нога либо просто произнос то слово которое произносится когда вы испытываете чувство боли и тай следующее слово тоже прилагательное это прилагательная такая употребляется в двух значениях значениях значение высокий и значение дорогой когда мы говорим о дороговизне цены еще одно прилагательное специально собрала вам тут несколько прилагательных для того чтобы расширить наш словарный запас чкай опять же не забываем мы пишем в русской транскрипции ти но произносим его как чьи этот знак чкай близкий и чьи сай маленький обратите внимание у нас здесь пишется сначала слог чьи потом мы пишем еще отдельно знак и и потом са еще одно и но вот эти два и подряд у нас произносится просто как долгий и чьи сай чьи сай ставим кадр на паузу и прописываем эти слова а потом проверяем посмотрите что у нас должно получиться это и такая чьи чьи сай я уверена что у вас все получилось переходим к следующему элементу это знак цу вы наверно можете обратить внимание что по своему написанию знак цу несколько похож на тот элемент который мы уже писали в знаку в знаке чьи вот посмотрите вот он в знаке цу он пишется по скажем такому же таким же способом но только отдельно знак несложный но все равно требует правописание и требует запоминания как только мы прописали две строки мы переходим к прописи следующих слов тацию стоять скау использовать это два глагола я думаю что вы уже умеете их определять вопросительное слово и цу когда и существительное цучи земля почва давайте поставим знак наш кадр на паузу и пропишем эти слова а теперь проверим что у нас должно получиться тацию скау и цу цучи переходим к следующему знаку это знак т он пишется в одну черту обратите внимание ровно и некий такой полукруг если бы не захотелось завершить этот полукруг то у меня получился бы почти ровный круг поэтому обратите внимание когда мы пишем данный знак мы сначала идем ровно а потом какой-то момент обратим внимание мы как бы возвращаемся по той же самой черте и только потом рука уходит вниз если вы будете следовать этому правилу знак у вас получится правильный прописываем и закрепляем знак на следующих словах чкатэцу видите мы уже можем написать достаточно длинные слова чкатэцу это метро и сам отдельно знак т это тоже слово т по-японски означает рука чкатэцу т посмотрите что у нас должно получиться чкатэцу т и и последний знак ряда на то это знак то он состоит у нас из двух черт коротенькой вертикальной и второй более длинной мягкой черты мы как будто хотим написать угол но скругляем его делаем его мягким такой острый угол который совсем не острый и так знак то прописываем и закрепляем токай большой город и то нить нитки а при внимании в японском языке слова не имеют множественной формы то есть одно и то же слово может означать как один предмет так и несколько и то может означать и нить и нитки то же самое характерно для слова ото ото по японский звук но точно так же будет звучать и слово звуки проверяем токай и то ото и как обычно после того как все знаки освоены мы закрепляем наши знания стараясь прочесть след следующее знаковые сочетания ставим кадр на паузу и читаем и последнее задание мы ищем знакомые буквы пока не знакомы для нас словах обрет внимание с каждым разом мы можем прочесть все больше букв и в этом кадре несколько слов мы можем можем прочесть полностью это слова носки и обувь поздравляю вы сделали еще один шаг навстречу японскому языку до встречи и и и и и и